Сахарный диабет беременных или гестационный диабет очень сложная тема. Сложная, потому что в этот вид осложнения беременности вовлечены сейчас многочисленные эксперты. И акушеры-гинекологи говорят одно, эндокринологи говорят другое. А мало того, если сравнивать, например, нормы сахара, то есть уровни глюкозы у беременных женщин, часто принимают за норму уровень глюкозы у небеременных женщин. И большое количество различных обществ, в том числе общество сахарного диабета, общество эндокринное. И таким образом каждый старается быть впереди и командовать парадом. А в итоге получается хаос. И многие акушеры-гинекологи сейчас поднимают тревогу в том отношении, что жизнь женщины, у которой подозревает сахарный диабет или у которой обнаружили повышение глюкозы, превращается в реальный армагеддон, потому что ее вынуждают бесконечно бегать по лабораториям, проверять уровни сахара, даже пугают назначением инсулина, который недешевый. А в итоге мы знаем, что на самом деле при всех тех якобы осложнениях сахарного диабета у беременных у нас нет ничего, чтобы улучшить состояние. Потому что оказалось, что все меры, которые принимались в последние 15 лет, и я помню, как создавались канадские рекомендации по ведению женщин с гистационным диабетом, и знаю даже специалистов, которые были вовлечены в создание этих рекомендаций или гайдландс. И через 15 лет все теперь пересматривается, потому что оказалось, что все рекомендации не срабатывают, много шума из ничего, или на самом деле мы должны пересмотреть вопросы гистационного диабета и все-таки подходить к этому более современно. И мы как раз поговорим сегодня о видах сахарного диабета, особенностях обмена сахару у беременной женщины, о котором почему-то не говорят нигде, даже на конференциях, хотя это известный факт. И также мы поговорим о факторах риска развития сахарного диабета, обсудим опрос кринга и диагностики этого состояния у беременных женщин, и также, что мы предпринимаем лечение, в том числе, когда мы назначаем инсулин. Итак, условно, существует три типа диабета. Первый тип сахарного диабета называется ювенильным или врожденным, и он связан с недостаточностью инсулина за счет поражения островков лангингарства в поджелудочной железе, которые отвечают за выработку инсулина. Обычно этот тип диабета появляется в раннем детстве, и фактически такие люди должны находиться на инсулине, то есть принимать инсулин пожизненно. Раньше, скажем, сто лет тому назад люди с первым типом диабета умирали довольно часто, но сейчас, благодаря тому, что появился инсулин, и качество инсулина, как его форма улучшается, такие люди живут довольно продолжительную жизнь, полноценную жизнь, даже беременеют, рожают, и все это теперь возможно, что не было возможно, как я сказала, в прошлом веке. Второй тип или тип 2 называется алиментарным, и он чаще всего появляется у людей обычно после 45-50 лет, связанных с ожирением, с перееданием, когда люди часто едят очень много мучных и слабких изделий, то есть это алиментарно, значит, говорится, идет с пищей, и в большинстве случаев лечения этого типа диабета это фактически правильное питание и физическая активность, и я объясню почему. И очень редко такие люди требуют лечения инсулином, скажем, в более старшем возрасте, когда поджелудочная железа стареет и уже не выполняет свои функции полноценно. Также существует гестационный тип или гестационный диабет или диабет беременных, его выделили в отдельную форму, и так как обменные процессы при беременности нельзя сравнить с обменными процессами у людей небеременных. Интересно, что сейчас говорят также о стрессовом диабете, и я лично столкнулась с несколькими людьми, которые пережили, например, войну или стихийные бедствия, и на фоне стресса у них возникло нарушение обмена углеводов и возникло инсулино-зависимый тип диабета, который не вписывается в первый тип диабета. Пока что этот вид диабета не вошел ни в какие классификации, но тем не менее стресс очень влияет на работу поджелудочной железы. Если говорить о диабете, то мы говорим о диабете до беременности, то есть это сахарный диабет, и обычно это тип 1 или тип 2, или же это диабет, который возник только во время беременности, и не прогрессирует он после беременности, и в таких случаях мы говорим о гестационном диабете, хотя в более позднем возрасте, например, через 20-30 лет, у таких женщин более высокий риск развития ожирения и возникновения сахарного диабета по типу 2. У 7-9% беременных женщин наблюдают гестационный диабет, хотя можно поспорить, потому что, опять же, нужно подходить с той точки зрения, какие уровни мы считаем патологическими, уровни сахара, и когда мы ставим этот диабет. Ну и теперь мы поговорим немножко об особенностях обмена сахара в крови женщин, и вообще в теле, в организме женщин, потому что я хочу, чтобы вы поняли, что на самом деле диагностика сахарного диабета у беременных возможно требует пересмотра через призму тех обменных процессов, которые проходят, а не через призму небеременной женщины. Во-первых, у всех беременных женщин буквально с первых же дней беременности возникает такой интересный, скажем, механизм, как ускоренное голодание. Ускоренное голодание – это фактически ночное понижение уровня сахара, глюкозы в крови, поэтому утренний уровень глюкозы у женщин натощак беременных, он должен быть низким. Вот это понижение как раз уровня глюкозы приводит к тому, что уровень инсулина в утреннее время значительно повышается, как компенсаторный процесс. И также повышаются жирные кислоты, уровень жирных кислот значительно повышается, потому что и глюкоза, и жирные кислоты являются энергетическим веществом в крови женщины, что используется плодом. Это переносится через плаценту, и плод требует огромнейшее количество энергии для построения своих органов, своих тканей, своих вот этих клеточек. Поэтому и повышается уровень жирных кислот и глюкозы. Глюкоза расщепляется очень быстро, очень легко, и поэтому это как бы первичный элемент энергетических запасов. Но она также быстро выводится с организма. А вот жирные кислоты, они расщепляются медленнее, и поэтому они дают даже больше энергии. Поэтому это как бы вторичное звено употребления энергии растущим плодом. Количество глюкозы или сахара, которое вырабатывается печенью, значительно увеличивается по некоторым данным на 200, даже 250%, по другим данным на 30%, что автоматически повышает выработку инсулина поджелудочной железой. Но в реальности мы не знаем, насколько действительно много повышается. Самое важное, что действительно большое количество сахара вырабатывается именно печенью. И естественно, что поджелудочная железа, чтобы компенсировать и контролировать выработку от такого большого количества сахара, тоже начинает вырабатывать больше инсулина. Но самое интересное, что существует еще один механизм, то есть не только вот этот процесс ускоренного голодания, но ускоренный распад питательных веществ. То есть мало того, в кишечнике усваивается, в ручно-кишечном тракте усваивается больше питательных веществ, с большей скоростью, в большем количестве. Поэтому женщине беременной не нужно кушать за двоих. И незначительное увеличение количества пищи по ходу беременности может быть, но не значит, что женщине должны есть двойные порции. Но как раз увеличивается всасывание и распад вот этих питательных веществ. То есть обменные процессы ускоряются. Это приводит к тому, что идет быстрый набор веса. Быстрый набор веса очень важный по многим, скажем, причинам. В первую очередь это опять же жир, это запас энергии. И природа сделала так, что женщина должна выносить эти месяцы беременности. И это фактически механизм пришел к нам от животных. Как вы помните, или знаете, или наблюдали, многие беременные самки в природе не могут охотиться, не могут кушать много пищи, как обычно. Если, конечно, это не сельскохозяйственные животные, которых кормят три раза в день. Но в природе многие самки как раз ограничены в подвижности и получении достаточного количества пищи. Поэтому природа позаботилась для того, чтобы эта самка не только выносила потомство, но еще и выкормила грудь. Здесь это речь идет о как раз млекопитающих. Именно при беременности все самки животных из класса млекопитающих набирают вес. Не потому, что там растут маленькие будущие чинята, или котята, или еще кто-то. А просто потому, что это закон природы. Таким образом, беременные женщины набирают этот вес не только для того, чтобы выносить беременность, но еще и выкормить потом, иметь определенный энергетический запас. И самое интересное, что как раз те женщины, у которых низкий индекс массы тела, то есть очень низкий вес, набирают намного больше, чем женщины с нормальным весом. Не могут набрать и 20, и 25 килограмм. И когда говорят, что это плохой показатель, что у таких женщин якобы в будущем может быть сахарный диабет и ожирение, мы опять же должны учитывать вес женщины до беременности. Если у женщины нормальный вес, это одно. Если у женщины недовес, низкий вес, это другое. Поэтому действительно природа старается компенсировать быстрым набором жировой ткани. Нормальная беременность сопровождается развитием инсулиновой резистентности со снижением на 40-50% чувствительности ткани инсулину. То есть фактически это преддиабетическое состояние. И это связано с тем, что опять же, основной потребитель глюкозы, сахара, это мышцы. И поэтому, чтобы сохранить уровень сахара высокий в крови, потребление их мышцами уменьшается для того, чтобы больше сахара через кровь поступило к кому? К плоду. То есть это еще один приспособительный механизм. И получается, что действительно в мышечной ткани мы имеем повышенную инсулиновую резистентность. И не нужно ее бояться, потому что, еще раз повторю, автоматическое снижение чувствительности ткани на 40-50% к инсулину, это и есть приспособительный момент при беременности. И об этом должны задуматься эндокринологи, которые ничего не знают об обменных процессах при беременности, но зато лепят направо-налево инсулиновую резистентность всем беременным женщинам. Оно так и должно быть. Интересно, что плацента, она тоже вырабатывает несколько факторов, в том числе антиинсулиновые гормоны, то есть те гормоны, которые понижают уровень инсулина. Зачем? Опять же, чтобы получить больше глюкозы, то есть чтобы пропустить больше глюкозы, и чтобы ребенок получил больше этой глюкозы или сахара. Это кортизол, это факторы роста, это лактоген, это прогестерон, опухоль-некротический фактор. Все это вырабатывается плацента для того, чтобы понизить как раз уровень инсулина, и чтобы больше глюкозы поступило к плоду. Ну и плюс поджелудочная железа, она, конечно, начинает вырабатывать инсулина больше, потому что если в крови женщины резко понижается уровень сахара, особенно с ночным сном, то, конечно же, старается компенсировать поджелудочную железу уровень глюкозы в материнской крови. То есть все-таки такой вот интересный механизм. Тем не менее, когда мы говорим о негативных последствиях сахарного диабета беременных на саму беременность, то можно говорить, что последствия есть как со стороны матери, так и со стороны плода. Мы чаще наблюдаем при гестационном диабете гипертония беременных, но самое интересное, что как раз гестационным диабетом чаще болеют женщины с ожирением. Поэтому говорить о том, что сахарный диабет является первичным фактором возникновения гипертонии беременных, я бы не сказала. Просто мы должны оценивать многие другие факторы. Также при эклампсии на фоне гипертонии при сахарном диабете встречаются, конечно, чаще. Мы имеем больше уровень преждевременных родов при гестационном диабете, но опять же мы должны учитывать другие факторы, о чем сейчас говорят акушерогинекологи. Поэтому нельзя просто ставить галочку и говорить, вот это, это, это может быть связано с гестационным диабетом. А как насчет других факторов, которые влияют на протекание беременности. И то же самое, например, высокая вероятность кесаросечения, когда кто-то говорит, что якобы сахарный диабет беременных приводит к тому, что матка становится рыхлой, там еще что-то. Это не совсем так, это мифы, которые навязываются женщине для того, чтобы посадить ее на какую-то строгую диету или даже на препараты инсулина. Вот со стороны плода единственное, что мы чаще видим при гестационном диабете, это так называемый крупный плод или макросамию плода, то есть плод намного больше, и он может быть больше для гестационного возраста, то есть это может быть обычно на 100-200 грамм превышает, но нередко бывают крупные плоды, когда они переживают даже на килограмм, по 4 килограмма, по 5 килограмм. Конечно же, это приводит к тому, что в естественных родах через лагалище может быть задержка плечиков в родах или то, что называется дистанция плечиков. И, к сожалению, это может привести к травме ребенка, травме пробежности, поэтому родовая травма тоже повышается. У детей, у которых мамы страдают гестационным диабетом, может наблюдаться повышенный уровень инсулина, что закономерно, потому что более высокий уровень сахара и также повышенный уровень кальция, что в целом не отражается значительно на здоровье новорожденного, но также чаще бывает желтуха и она продлевается чуть дольше. И иногда у таких детей есть большее количество жировой ткани. Хотя сейчас мы говорим, что как раз не сам по себе гестационный диабет влияет на отложение жировой ткани у новорожденных, но также генетические факторы, а также то, что мама страдает ожирением и поэтому у ребенка может быть предрасположенность к ожирению из-за того, что она неправильно питается. Какие есть факторы возникновения гестационного диабета? И собственно говоря, из этих факторов как раз и выплывает осложнение сахарного диабета. То есть давайте мы перейдем немножко и не будем говорить, что сахарный диабет вызывает вот эти осложнения беременности. Но во-первых, индекс массы тела больше 30 кг на метр квадратно. Это огромнейшее, это фактически ожирение. И чем больше индекс, тем больше проблем может быть, потому что у матери уже есть нарушение обменных процессов. То есть не только, скажем, липидного обмена, но и углеводного обмена, который идет параллельно друг с другом. Также, если в прошлом у женщины были роды крупных детей больше 4,5 кг, нужно задуматься. Иногда я слышу, что большие дети, например, наблюдаются в роду и там все, скажем, великаны большие, большого роста, это мы должны учитывать. То есть если мама родилась, вернее не родилась, а у мамы, например, 175-180 см роста, да и папа, скажем, не низкого роста, то у такой женщины может быть покрупнее плод. Но в то же время, скажем, если женщина маленького роста и мужчина, скажем, не слишком высокий, то ясно, что мы не ждем у такой женщины крупного плода. Гестационный диабет при предыдущей беременности. То есть если у женщины были осложнения беременности именно по типу гестационного диабета, то естественно, что при последующей беременности, скорее всего, у нее тоже будет гестационный диабет. И семейная история диабета у ближайших родственников. То есть если родители, мама, например, отец, сестра, брат страдают сахарным диабетом, тип 2, например, то естественно, что у женщины есть больше риск получения гестационного диабета, потому что генетический у нее обмен веществ, обмен глюкозы уже предрасположен к нарушению и образованию, и так сказать, повышению вот этого уровня глюкозы. Чаще мы наблюдаем сахарный диабет в этнических определенных групп, то есть связан опять же с генами, потому что этнические группы очень взаимосвязаны по определенному набору генов и тип 2, например, это народы Южной Азии, Карибских островов, Среднего Востока. И даже у этих народов мы чаще видим ожирение. Зрелый возраст матери более 25 лет тоже связан с повышением, потому что обменные процессы замедляются и с возрастом женщины нередко набирают вес, особенно после 35 лет. Синдром поликистозных яичников есть различные, как мы называем фенотипы этого синдрома, то есть в одних случаях нарушается липидный обмен, в других случаях нарушается углеводный обмен, но как раз у тех женщин, которые страдают не просто синдромом поликистозных яичников, но у них есть ожирение, лишний вес, у них тоже повышается риск возникновения гистационного диабета. Многоплодная беременность тоже, потому что повышаются обменные процессы. И мы как раз не понимаем, почему в многоплодной беременности повышаются риски гистационного диабета. Эта тема пока что изучается. Как ни странно, использование репродуктивных технологий для зачатия ребенка, это стимуляция овуляции, также это фактически гормональное лечение и также гиперстимуляция ЭКО часто сопровождается появлением гистационного диабета, что связано с тем, что как раз такая гормональная нагрузка может привести к нарушению обмена углеводов и повысить возникновение гистационного диабета. И самое интересное, что половины женщин, у которых наблюдается гистационный диабет, не имеют никаких факторов риска, что мы тоже должны учитывать. Поэтому скорее всего мы должны делить женщин на две группы. Та, которая имеет фактор риска и та, которая не имеет фактор риска, и сейчас эта тема тоже изучается, потому что возможно женщин, у которых нет абсолютно никаких факторов риска, имеют повышенный уровень сахара только потому, что неправильно питается. Тоже неправильно питание должно внестись, входить в фактор риска или же просто не двигается. Многие женщины боятся отдохнуть, им говорят, что нужно лежать и в итоге фактически идет нарушение обмена многих веществ. Есть еще ряд заболеваний, в том числе наследственных, которые связаны с дисфункцией бета-клеток поджелудочной железы. Также может наблюдаться недостаточно инсулина генетического происхождения, то есть поджелудочная железа не вырабатывает досточное количество инсулина. Это связано, как я сказала, с генетическими факторами. При ряде автосумных заболеваний может быть поражение поджелудочной железы, и это проявляется во время беременности больше, потому что поджелудочная железа должна вырабатывать больше инсулина. Но если, скажем, вне беременности таких нагрузок нет, именно при беременности могут проявляться различные заболевания поджелудочной железы, связанные как раз с генетическими поломками. Может быть хроническая инсулиновая резистентность, что не учли до беременности, потому что она могла не проявляться серьезно. Также у лечения как раз ожирения при беременности, когда женщина слишком много ест, и уже очень такой быстрый набор веса, это фактически нагрузка на поджелудочную железу. Чем больше женщина ест, тем больше нагрузка на поджелудочную железу. Особенно если пища, ну скажем, некачественна, в основном булки, мучные изделия, макароны, то, конечно же, у такой женщины гестационный диабет будет развиваться за счет элементарного фактора. К сожалению, как я сказала, слишком много различных организаций вовлечены в диагностику гестационного диабета, потому что это не просто интересное направление, это коммерческое направление, оно связано с использованием инсулин, а также тестом по определению уровня глюкозы. А значит, это очень хорошо подпитывается финансово теми организациями, учреждениями, которые на этом зарабатывают вполне хорошие деньги. И поэтому существуют разные подходы в скрининге, разные подходы в диагностике. Значит, раньше более популярный был двухшаговый скрининг и диагностика сахарного диабета, когда, например, женщины определяли сахар крови натощак, потом делали глюкоза, глюкоза челлендж тест, а потом, значит, если он был положительный, делали глюкоза толерантный тест. Сейчас нередко, вот даже особенно в эпоху коронавирусной инфекции, когда многие лаборатории закрыты или же у них ограниченный прием женщин, и чтобы женщины сидели, например, 2-3 часа после приема раствора сахара, делают просто очень простой тест, глюкроновый гемоглобин и тут же выставляют диагноз сахарного диабета беременных, с чем я согласиться не могу, но чисто для галочки это принято, эти рекомендации приняты, потому что другого выхода не было длительный период времени, но я надеюсь, что эти рекомендации все-таки пересмотрятся, потому что это не совсем правильный подход, и длительный период времени считалось, что такой метод как раз неприемлемый у беременных женщин, и вдруг все поменялось. Чаще всего рекомендовано как раз проходить скрининг на сахарный диабет у женщин, беременных женщин с 24 по 28 неделю, что связано с вот этим глюкозотолерантным тестом. Но тут есть небольшая, как бы такая заковырка. Я перечислила факторы риска по развитию сахарного диабета, поэтому, скажем, если у женщин есть хотя бы один из факторов риска или несколько, естественно, мы можем контролировать уровень сахара намного раньше, и не обязательно ждать 24-28 недель. Не так давно организация, которая контролирует уровень заболеваний в США, которая занимается как раз учетом заболеваемости, выпустила рекомендации, которые отрицают рутинное тестирование беременных женщин, скажем, до 24 недель, то есть делать всех подряд, искать уровень сахара или проводить глюкозотолерантный тест раньше. Но с учетом, скажем, фактора риска, мы можем диагностировать гестационный диабет даже чуть раньше. Во время беременности многие женщины испытывают жажду, также частые позывы к мочеиспусканию, поэтому такие классические симптомы сахарного диабета, которые я вот назвала, не могут быть использованы в диагностике гестационного диабета. И поэтому как раз это и не позволяет вовремя выявить гестационный диабет или наоборот приводит к тому, что женщина слишком часто посещает лаборатории. И фактически не так давно, с 2013 года, поскольку, как я говорю, очень многие организации увлечены, был предложен глюкоз челлендж тест, то есть тест, который подразумевает принятие 50 грамм глюкозы с определением уровня сахара через час. Но оказалось, что чаще всего женщине рекомендуют переходить сразу на глюкозотолерантный тест, без вот этого теста, чтобы она не ходила по 20 раз в лабораторию, потому что глюкоз челлендж тест считается скринговым тестом и не может быть принят для диагностики сахарного диабета. Поэтому сейчас начали использовать от 75 до 100 мг раствора сахара для проведения глюкозотолерантного теста. Но возникает вопрос, каким должен быть уровень сахара натощак у беременной женщины. И вот здесь масса неразберихи, потому что и ВОЗ вовлечено, например, и по данным ВОЗ, якобы авторитетные организации некоторые только слушаются ВОЗ, значит должно быть не больше 7 мм на литр, что вообще вполне приемлемо, потому что как бы 7 мм это довольно высокий показатель. А по ряду данных диабетических обществ и эндокринных обществ, значит не более 5,3, а эндокринологи некоторые кричат, что должно быть не более 5,1. Если не дай будет 5,15 и 5,2, сразу же ставят диагноз гестационного диабета, что неправильно. Учреждение в Северной Америке, Европе, пользуется рекомендациями так называемой Международной ассоциации диабета и беременности, значит, группы, которые изучают гестационный диабет. И в аналогичном это звучит International Association of Diabetes and Pregnancy Study Group. И был такой консенсус, консенсус панел, которые пришли к выводу, и которыми пользуются многие, скажем, учреждения, что уровень сахара плазмы крови, потому что опять же, кровя глюкоза может измеряться в целой крови, может измеряться в плазме, поэтому показатели могут быть совершенно разные. И именно это не учитывается. Я когда спрашиваю, а как определяли, брали из пальца, брали целую из крови, то есть артиллярной крови, венозной крови, это совершенно разные показатели будут уровня сахара крови. Так вот, уровень сахара крови или глюкозы плазминный отощак должна быть 5,1, не больше 5,1 ммл на литр. Значит, если женщина использует глюкозотолерантный тест и принимает 100 мг глюкозы, то не больше 10 ммл на литр через час. И если мы измеряем через 2 часа, это не больше 8,5 ммл на литр. Причём всё это должно следоваться как бы очень строго и серьёзно. Во-первых, что я вижу, что довольно часто мне женщины жалуются, что идёт какой-то обман, какое-то в плане проведения всех этих диагностических в отношении постановки диагноза гестационного диабета. Во-первых, женщины говорят, одним говорят, ничего не кушать натощак, вот прийти с ночи и сдать анализ крови. В то же время некоторые женщины встают ночью и едят или кушают, например, 12 часов ночи, потому что у них есть ночное голодание. Или же наоборот говорят, съешьте какой-то бутерброд, а потом придёте и сдадите. Это уже фактически искусственное создание диагноза. Возможно для галочки, возможно для получения премий. Я была удивлена, когда узнала, что некоторые женщины действительно говорят, идите покушать и там выпейте что-то, какого-то чая с сахаром, а потом придёте. Этого нельзя делать. То есть если кровь натощак, это значит, женщина приходит ночью и должен быть перерыв 12 часов после последнего приёма пищи. Второй минус, которым часто злоупотребляют, это то, что женщины говорят, что она сама должна привезти с собой еду, типа бутерброда, и это считается глюкозатриарантный тест. Или там попейте сладкой водички, сами сделайте. На самом деле в лаборатории есть набор, за который женщины платят деньги. Если вы платите деньги за глюкозатриарантный тест, вам лаборатория должна выдать весь набор, как его проводить. То есть специальную вот эту сладкую водичку. И ни в коем случае вы сами и не должны замещать эту водичку, то есть сами где-то добывать вот эти наборы или дома приготовить по отпечатанной инструкции. Иначе тогда не имеет смысла сдавать этот анализ. Если платятся деньги лаборатории, лаборатория должна предоставить полностью весь набор для правильного проведения этого теста. И, конечно же, если, скажем, вы должны сдавать анализ ровно через час, то это должно быть ровно через час, через 2 часа. Ну, иногда делают через 3 часа. Но это не может быть, что мне сказали, что первый показатель будет там через 40 минут или там через 2 часа будет первый показатель. Это совершенно неправильный подход. Поэтому, если есть строгие правила проведения глюкозатриарантного теста, они должны соблюдаться. И, конечно, очевидный диабет беременности, очевидный. То есть мы можем и не ставить этот диагноз как таковой, если это единичное повышение, или, скажем, у женщины нет лишнего веса, и все остальные показатели, например, сахара крови в неё отличные. Мы говорим, что очевидно, это когда как раз уровень плазмы крови, глюкозы в плазме крови натощак 7 ммл. То есть всё-таки о гипергликемии, то есть повышении уровня сахара мы говорим, при таких показателях, то есть 5,1 и больше. Но если мы говорим об очевидном сахарном диабете, то всё же уровень глюкозы в плазме крови должен быть 7 ммл на литр и больше. Также должно быть подтверждено гликозилированным гемоглобином, это HbA1c. Его должно быть больше 6,5%. Если есть сомнения, скажем, мы сдаём этот анализ. То есть рандомная глюкоза, то есть если женщина пришла к врачу и, скажем, мы не знаем, когда она кушала, то есть прошло там час-два часа, просто женщина идёт в лабораторию. Это называется рандомная глюкоза. Рандомная глюкоза крови должна быть больше 11,1 ммл, подтверждённый или уровнем глюкозы натощак, или уровнем гликозилированного гемоглобина. То есть, ещё раз повторю, что мы ставим гистационный диабет не просто по уровню глюкозы натощак, и не просто по глюкозо-толерантному тесту, но мы учитываем вот эти показатели, именно показатели, насколько они высокие, насколько они низкие. Если у женщины, например, глюкоза натощак 5,2, это не значит, что у неё гистационный диабет. В отношении как раз лечения гистационного диабета, на самом деле большинство женщин не требует никакого лечения гистационного диабета, и только 10-20% беременных вынуждены будут принимать инсулин или оральные протиабетические препараты типа метформина, которые не противопоказаны при беременности. Чаще всего это женщины, у которых есть ожирение, у которых есть нарушение обменных процессов, то есть всё-таки женщины, у которых есть факторы из группы риска возникновения гистационного диабета. В первую очередь мы рекомендуем диету с гликемическим индексом, и в видео о питании при беременности я как раз рассказываю о том, что такое гликемический или глицемический индекс, и также я рассказываю, какой подход в формировании как раз порции и разнообразия продуктов, которые мы используем при преддиабетическом и диабетическом состоянии. И это, конечно, может быть метод ладони, это может быть метод тарелки, поэтому посмотрите видео о питании при беременности. Очень важно понимать, что группа женщин с лёгким и средним течением гистационного диабета, когда уровень сахара натощак не превышает 7,8 ммл, нуждаются только в модификации, скажем, образа жизни и питания, и ничего более. То есть не нужно её запугивать, эту женщину, тем, что ей нужно будет инсулин и прочее. И здесь важно понимать, что вот я сказала, модификации образа жизни, что это означает? Быть более подвижным, потому что основной потребитель сахара, крови, являются мышцы, но поскольку при беременности есть вот эта как раз инсулинорезистентность, мышцы меньше потребляют сахар, а чтобы они больше потребляли, нужно, чтобы они работали, сокращались. Поэтому беременным женщинам, у которых подозревает или обнаружили гистационный диабет, нужно заниматься физической активностью, чтобы этот сахар больше потреблялся как раз мышцами. После хорошей физической активности уровень сахара понижается значительно. Даже у некоторых спортсменов, которые злоупотребляют физическими нагрузками, может наблюдаться выраженная гипогликемия. Кстати, почему после каких-то спринтерских забегов, после интенсивных спортивных соревнований, довольно часто спортсменам дают кусочек сахара или сладкую воду, чтобы восстановить уровень сахара как можно быстрее, потому что их мышцы используют много сахара. И также в мышцах появилось много молочной кислоты, которая приводит к болевым ощущениям в работавших мышцах. Но мы не будем говорить о спорте, просто нужно понимать, что во всех рекомендациях по диабету на первом месте стоит как раз модификация питания, и образа жизни значит больше двигаться. Но это, конечно, невыгодно очень многим врачам и фармакологическим компаниям, лабораториям, потому что куда проще загнать человека на таблетки, на инсулин, который недешёвый. И естественно, что никто не будет ему говорить, что вам нужно двигаться побольше, потому что, я ещё раз повторю, невыгодно. Это касается и беременной женщины. Значит, больше двигаемся, занимаемся физической активностью. И как раз рекомендуется физическая активность, вот самое интересное тоже, никто практически не говорит этого диабетикам. Физическая активность, когда есть, например, нарушение обмена сахара, когда есть сахарный диабет, в том числе гистационный, она рекомендуется приблизительно за 30 минут до принятия пищи, потому что это как разогрев, то есть должно быть хотя бы за 30 минут до приёма пищи. И только после физической активности принимать пищу, потому что мышцы разогреты, они потратили энергию, и поэтому новая порция сахара, она быстрее будет нейтрализована именно этими поработавшими мышцами. Поэтому не после еды, после еды тяжело, и это нагрузка на весь организм, а именно перед едой рекомендованы физические упражнения. Если говорить о том, как мы контролируем уровень сахара беременных женщин, и здесь тоже много бардака, в том смысле, что иногда над женщин просто издевается, вынуждает их контролировать чуть ли не каждый день. Так вот, важно понимать, что показатели уровня сахара в крови значительно зависят от того, насколько правильно управляются эти уровни. То есть каким методом, откуда взяли кровь, из пальца или нет, из вены, и когда был последний прием пищи, и если уровень сахара в крови определяется в плазме, то обычно он на 12% выше сахара в крови в цельной крови. В плазме он концентрированный, и это нужно понимать тоже. То есть нужно смотреть, по каким параметрам определяется вот этот уровень. Значит, все параметры, которые мы используем, это на сахар плазмы крови, а не на цельной крови. Это тоже нужно понимать. Конечно, цельной крови будет немножко по-другому. Теперь, если уровень сахара проверяют проколом пальца, то важно учитывать, насколько несколько важных таких компонентов обмена сахара кровью. Во-первых, уровень сахара натощак в таком образце крови будет ниже уровня венозной крови. То есть мы можем получить фальшивые показатели, потому что, опять же, вы не двигались, кровь в мышцы не поступала, и плюс все-таки большая утилизация глюкозы находится в крупных сосудах. Кровь из пальца является артериальной, а не венозной. В этом тоже большая ошибка. Поэтому уровень сахара в ней после приема выше уровня сахара венозной крови. То есть натощак будет ниже. Когда пища принята, то пальцы, уровень сахара будет выше. Это тоже нужно понимать. Кровь из пальца отражает уровень насыщенности глюкозы мышц. То есть на пальчиках всюду есть мышцы. И, собственно говоря, вот эти маленькие капилляры сосуда, они как раз отражают насыщенность кровью пальцев, и значит насыщенность глюкозы мышц. Поэтому натощак в мышцах наблюдается энергетическое голодание, и уровень сахара низкий. Значит, если сдавать с пальца натощак, будет низкий. Максимальный уровень сахара в мышечной ткани достигается через полтора-два часа после приема пищи. Поэтому определение уровня сахара проколом пальца отражает уровень сахара или глюкозы в мышечной ткани, но не в крови целом. И это важно понимать. А поскольку все диагностические критерии рассчитаны на плазму крови, на уровень сахара в плазме крови, то опять же мы не можем использовать вот эти проколы мышечные и сравнить с показателем уровня плазмы крови. В этом грубейшая ошибка, в том числе не только, скажем, для диабетиков, но это грубейшая ошибка для беременных женщин. Это важно понимать. Для самоконтроля уровня сахара, который рекомендуем женщин, которых заподозрили сахарный диабет, причем высокие, скажем, уровни, то есть поставили диагноз, можно использовать такие треугольные ланцеты или же иглы с круглым сечением. И важно, чтобы перед проколом все-таки тщательно помыть руки с мылом. И обработка спиртом, алкогольными напитками, духами, одеколоном не рекомендуется, потому что это приводит к спазму сосудов и практически вы получите меньшую порцию крови. Прокол должен проводиться не по центру подушечки пальца, ни в коем случае, а по боковой поверхности. И пальцы должны быть теплыми, иначе кровоток будет замедленным из-за сужения сосуда, и мы не получим правильный результат. Погрешность определения уровня сахара приборами, такими как глюкометры, составляет приблизительно 10-15%. И поскольку это комические приборы, мы не можем гарантировать их качество. И мы чаще всего не рекомендуем беременным женщинам пользоваться вот этими приборами. Женщины, которые не нуждаются в инсулине, могут проводить измерение уровня сахара 4 раза в день, то есть когда показатель натощак высокий, это натощак и после каждого приема пищи. Женщины, которые нуждаются в инсулине, они проводят так измерение чаще, то есть 5-9 раз в день. И в принципе врач, диетолог, эндокринолог, на самом деле эндокринолог, должен обучить всем-всем-всем правилам контроля сахара при беременности, когда поставлен диагноз дистационного диабета. То есть это не работа акушерогинеколога, это работа эндокринолога. И важно, чтобы он не создавал дополнительный стресс в организме женщины, потому что это будет повышать уровень сахара автоматически, так как стрессовая ситуация может повышать уровень сахара. Несколько слов о правилах приема инсулина, поскольку опять же женщины часто запугивают, когда важен, нужен инсулин и так дальше. А мне сказали, что без него все будет плохо и прочее. Использование инсулина не улучшает исход беременности, абсолютно не улучшает. И если его использовать, то только для того, чтобы уменьшить размеры плода, чтобы не было вот этой макросамии плода, крупного плода. Но и здесь эффективность оказалась низкая. Но первичная цель как раз назначения инсулина при беременности, это не понижение до нормальных уровней, это понижение на 50%. То есть не до понижения вот этих идеальных показателей. То же самое можно сказать и понижение уровня кровяного давления у беременной женщины. Мы не стараемся получить идеальные показатели кровяного давления, когда у женщины, например, повышается кровяное давление. И поэтому этого нельзя делать, нельзя резко понижать уровень сахара у беременной женщины. Поэтому любое понижение сахара в крови у беременной женщины должно быть постепенным. Это означает, что желаемые показатели уровня сахара в крови должны быть следующие. Перед приемом пищи от 3,9 до 6,7 ммл. Через 2 часа после приема пищи меньше 8,9 ммл. И вечером перед сном 5,6-7,8 ммл. Это вот такие приняты современные рекомендации по уровню сахара для контроля назначения инсулина. При соблюдении диеты и физической активности уровень сахара начнет понижаться интенсивнее. Поэтому если мы не хотим, чтобы женщина принимала инсулин или в больших дозах, мы тоже рекомендуем пересмотреть питание и начать заняться физической активностью. Измерение уровня сахара необходимо проводить одно и то же время, как и прием пищи должен быть одно и то же время. Это правило для диабетиков, но они также существуют и для тех, с гитационным диабетом, и которым требуется инсулин. Важно определить уровень сахара несколько раз в течение дня и определить вот этот средний показатель уровня сахара в сутки. Это очень важно. Хаотичные подъемы и падение сахара в течение дня во внимание не принимаются. То есть мы все-таки смотрим на общую картину повышения сахара. Перед приемом пищи, особенно большой порции, такие как ланч, как обед, женщине рекомендуется позаниматься физическими упражнениями. И я объяснила почему. Чтобы получить меньше уровней сахара после приема пищи. Работающие мышцы, поработавшие уставшие мышцы, моментально начнут усваивать больше сахара, новой порции сахара, потому что таким образом понижает фактически уровень сахара в крови. И корректировка дозы инсулина проводится одноразово перед каждым его использованием. Опять же повторю, что эти правила, они должны проходить прямо детально, расписывать эндокринолог, все эти инструкции давать эндокринолог. Инсулин, который используют для лечения сахарного диабета, это быстродействие или ультракороткое действие, также короткое действие, которое еще называют простым или регулярным инсулином, средней продолжительности действия и пролонгированное действие, и также комбинированные, то есть предварительно смешанные. Скажем, диабетики часто используют комбинированные виды инсулина. При беременности чаще всего рекомендован короткого и среднего действия. Точный расчет дозы и соблюдение четкого графика введения инсулина должен быть разработан эндокринологом и контролируется эндокринологом. И важно понимать, что как раз здоровый образ жизни улучшает значительно даже инсулинотерапию, требуется меньшая доза инсулья. Осложнения при лечении инсулина разнообразны. Это может быть и головокружение, и озноб, и тремор, и потливость, чувство, скажем, холода, головная боль, раздражительность, бледность кожи, тошнота, усиление тахикардии, хотя при беременности есть физиологическая тахикардия. Также может быть покалывание вокруг рта, усталость, ослабление внимания и подавленное настроение. Все те же симптомы, которые есть при беременности, даже без всякой инсулинотерапии. Поэтому нужно быть осторожным. Если состояние ухудшается, нужно обратиться к врачу срочно, чтобы не навредить слишком большими дозами инсулина. Вот так врат я бы хотела сказать об инсулине и об гестационном диабете. И здесь важно понимать, что гестационный диабет является показанием для кесаросечения за исключением неконтролируемого гестационного диабета, имеется в виду неконтролируемый инсулином, потому что есть тяжелый случай, когда даже прием инсулина не помогает улучшить состояние уровня сахара в крови. И в таких случаях могут предложить кесаросечения или же родоразрешение, преждевременное родоразрешение. Все это решается, обсуждая женщину и учитывая другие факторы риска или другие, скажем, осложнения беременности. И в большинстве случаев женщина рожает, конечно, самостоятельно. Поэтому не нужно настраивать себя на плохой исход, даже если у вас повышается уровень сахара в крови и сразу вам начинает запугивать, что вам придется делать кесаросечения. А на тему сахарного диабета у меня есть много дополнительной информации на официальном сайте, поэтому можете почитать, посмотреть. Также есть немало информации о книге «Девять месяцев счастья» ну и несколько дополнительных видео на моем канале YouTube. «Девять месяцев счастья»